Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале на очередной обжираловке. Сегодня у нас с вами такой йогурт, который я буду пробовать впервые. Он с хлопьями, называется Fruity's Break с клубничкой. У нас каждый день на мукбанке обязательно должна быть клубничка. Здесь у нас сок, самые обычные огурцы, помидоры, оливки и, конечно же, макароны цветные с сосисками рублевскими. Хорошо отварила макароны. Я молодец, прям кулинар! Чувствую я, когда я буду жить отдельно от родителей, у меня весь холодильник, точнее морозилка, будут в полуфабрикатах. Не люблю я долго стоять у плиты. Быстро-быстро себе что-то смастерила, и все, готово. Сегодня снимаю для вас влог. Он выйдет намного раньше, чем мукбанг. Я теперь решила делать так. Эту влоги неинтересно смотреть. Я показываю блюда, которые я уже поела, рассказала уже истории, которые произошли, а влог уже неинтересно смотреть. Но все равно, мне кажется, без влогов мой канал был бы значительно скучнее. Сначала я хотела открыть второй канал. Точнее, даже открыла. Но потом я поняла, что мой основной канал без влогов будет слишком скучно. Зачем перекидывать влоги на другой канал, если можно все снимать на одном? У меня раньше была идея снимать игры. Точнее, всего лишь одну игру. Конечно же, Симс. Два дня, девочки. Встаю рано. И, блин, столько всего успеваю. Раньше к 12 я успевала только накраситься. Так более-менее прийти в себя. Сейчас, смотрю, время 12. Я уже смонтировала, выложила влог. Ой, влог. Мугванг. Получается, 11 я сразу уже вырубаюсь. Как же это вкусно. Огурчики обалденные. На рынке покупаем. Еще сегодня хочу сесть, снять видео. Моя коллекция ароматов. Не знаю, будет ли это кому-то интересно. Понимаю, что это совершенно не формат моего канала. Просто я люблю подобные видео. Тем более, ароматов у меня много. На мой взгляд, должно получиться интересно. Но я уверена, что это такая тематика, которая, естественно, всем моим зрителям будет неинтересна. Но у меня же не парфюмерная страничка. В общем, мне хочется разбавлять мугванги чем-то. А чем, я сама не знаю. Напишите, пожалуйста, идея. Что, кроме мугвангов, можно снимать на моем канале. Насчет интересных влогов, они обязательно будут в мае. В мае я еду в деревню. Буду снимать для вас. Есть у меня куча идей. Мукпанг там на природе, туда-сюда. Есть у меня пару идей. Не знаю, как вы воспримите, понравится ли вам или нет. Вообще, в любом случае, мне кажется, каждый человек как-то должен двигаться вперед. Не стоять на месте. Я знала девочку. Сейчас уже мы с ней не общаемся. Ну, как не общаемся? Мы с ней никогда не общались. Просто она была подругой моей подруги. А моя подруга с ней больше не общается. Поэтому я тоже с ней не общаюсь. То есть, через-через. В общем, девочка на наращивание ногтей делала у себя на дому. Короче, дело по что. Клиентов у нее очень много. И она одну комнату переоборудовала. Чисто как будто ты заходишь в салон. Нету никакого намека даже на квартиру. Вложила кучу денег. И просто сама тоже развивается. Это круто. Мой вам совет. И вы это не завидуете. Всегда говорите себе. Он, она может. Почему я не могу? Как раз сегодня хотела ответить на один очень интересный вопрос. Точнее, даже историю. Привет, Айка. Меня зовут Ангелина. Живу в Ростове. Огромный привет всему Ростову. Очень хочу заниматься ногтями, ногтевым сервисом. Люблю это дело. У меня очень плохо получается. И клиентская база никак не набирается. Мама говорит, что иди работать где-то продавщицей. Но я не хочу, хочу заниматься любимым делом. Но это у меня не получается. Что ты можешь посоветовать в такой ситуации. Что касается ногтей. Почему я выбрала именно этот вопрос. Дело в том, что изначально у меня тоже не особо получалось. Да и сейчас тоже. Ну, в общем, к чему я. Вы знаете, одно время я занималась ногтями. Я просто такой прайс поставила себе. Просто смешной. По-моему, 150 рублей. Но на ваши деньги. Я долгое время делала всего за 150 рублей. Хотя мне ничего не оставалось. Просто потраченное время. Но когда ты делаешь за 150 рублей, как правило, недовольных клиентов не бывает. Потому что они понимают, что они приходят не к профессионалу, а не приходят к новичку. И особо таких, знаете, вау, ничего не ждут. Это естественно. Просто начинать с того, чтобы не заламывать цену. Если плохо получается, можно даже бесплатно кому-то делать. Любое дело. Очень сложно начать. Даже блогик. Когда у тебя еще нету аудитории. У тебя нету мотивации. Тебя никто не поправляет. Например, я разложила вот так. А до этого у меня лежала совершенно по-другому еда. Мне там в комментариях написали, айка так лучше. Прикольнее, когда еда ближе. И я такая сразу. Угу. То есть, когда у тебя есть аудитория, она тебя так или иначе направляет. У моей мамы раньше был бизнес. Магазинчик такой небольшой она взяла в аренду. И там продавала женские вещи. Не то, что молодежные, а вот именно женские вещи. Больших размеров. И она началась со стартовым капиталом. Очень маленьким. То есть, так как у нее не было выбора. Никто особо не заходил. А почему у нее не было выбора? Потому что она боялась заказать очень много всего. А потом дело у нее просто-напросто не пойдет. В то время у меня папа работал проводником. И папа там ездил в разные страны. И в Киргизию. Там одежда была очень дешевая. Привозил разные модельки. Я помню, каждый раз привозил. Мама такая, это что ты привез? Это как я буду продавать? Это что за безвкусица? Изначально просто так получилось, что папа ездил в разные страны. И он привозил нам подарки. Каждый раз, когда он ехал в Киргизию, он привозил вещи. Мы с мамой были в шоке. Какая хорошая цена. То есть, цена значительно ниже, чем у нас здесь. Намного ниже. И мама просто однажды попросила папу привезти костюмчик. Брючный. Там брюки и такой пиджак. Он оказался чуть-чуть мал в маме. А у нас была соседка. Через дом. Мама предложила ей. Она говорит, вот с этикеткой, пожалуйста, если тебе подходит, я тебе вот за эту цену. За которую мы приобрели. Она, естественно, померила. Смешная цена. По такой цене ничего нет в магазинах. Ну, вообще, на шмотке накрутка двойная. Если покупаете брюки, например, за 1000 рублей, их себестоимость, наверное, где 300. 300 рублей. И вот, вы представьте, вам предлагают брюки, которые везде стоят 1000 за 300 рублей. Вы их купите? Да, конечно. Она купила. И потом попросила своей сестре двоюродной. Такой же костюмчик в размере чуть меньше. Папа привез. Просто так. Когда он привез, она хотела его как-то отблагодарить. Говорит, нет, я бесплатно не хочу. Ты ради меня ехал на этот рынок. Пошел, купил. Привез. И все дела. И тогда уже у мамы с папой появилась идея. Привозить вещи и продавать здесь. Пусть даже соседям, знакомым. Вы знаете, когда мы были маленькими, такого обилия магазинов не было. Было просто два рынка. Куда-то мог загонять и купить себе что-то. заказать через интернет. Не знаю, одежду. Алиэкспресс, тыры-пыры. Ничего такого не было. И в общем. Папа начал привозить. Сначала на пробу. Маленькую такую сумочку с вещами. Мама, конечно, раскритиковала. Каждый раз, когда папа привозил вещи, мама сразу, это кому я продам? А это что такое? Папа покупал какие-то супер откровенные вещи больших размеров. Следовательно, на большой фигуре, то есть на полной девушке откровенные наряды смотрятся как-то не очень. В общем, папы тоже были там промахи. Дофига промахов. И вот однажды папа уже привез большую сумку с вещами. Такую клетчатую. Мама позвала соседку. Соседка взяла с собой свою дурбанную сестру. Еще какую-то свою знакомую. Пришли и разобрали эту сумку. Потом привезли еще. А там, знаете, как там? Размерный ряд. То есть, например, джинсы. Начиная с самого маленького до самого большого. Ты покупаешь весь размерный ряд. Например, соседке подошел, например, 45-е. А куда девать все остальные? Тут, короче, начали общаться с соседями, там еще что-то. Прошло немного времени, и у мамы появилась идея. Мама подумала, если соседи покупают, почему на рынке люди не будут покупать по такой хорошей цене. Мама решила на рынок не ссуваться, взять маленький магазинчик. Так и сделали. Открыли небольшой магазинчик. И вот у мамы то, что было в сумках, она то и повесила в этом магазине. Оказалось, что у нее там ничего нету по сравнению с конкурентами, которые были забиты. Просто магазины были забиты. Так, йогурт пробуем в первый раз. Пахнет обалденно, конечно. Тут, оказывается, в комплекте еще есть ложка. Ну, в общем, мама не знала все подробности, бизнеса и так далее. Никогда ни у кого не работала продавцом, поэтому ей это все было очень чуждо. Ну, так себе. Не вау. Мама всегда думала, вдруг не пойдет. Куда девать все эти вещи? Лучше по минимуму. Оказывается, в этом была ее главная ошибка. Если ты начинаешь какой-то бизнес, тем более шмотки, если у тебя нету выбора, никто к тебе даже заходить не будет, даже если у тебя дешево. За ряду магазина платить надо, за свет платить надо. Короче, да все платить надо. Время тоже имеет свою стоимость. Твое драгоценное время. И, в общем, первое время она вот стояла так с тремя ниточками. И денег не было привезти еще. Последние деньги отдали на аренду. Но потом мама очень классно раскрутилась. У нее был огромный выбор. Она уже знала все концепции. Потом уже ехала за товаром сама в Москву. Просто, вы знаете, в Москве она покупала в два раза дороже, чем в Киргизии. Папа. Ну, просто папа не мог привезти то, что нравится маме. Папа обязательно, например, две-три модельки покупал такие, которые вообще продать невозможно. А это все твои вложенные деньги. Вот такой вот у меня мама бизнесмен в те времена была. Если вам интересно, то обязательно пишите в комментариях. Я вам расскажу дальше, как сложилась ее судьба и почему закрылся ее магазин. Потому что здесь уже все мы поели. Я вас всех очень сильно люблю. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки этому видео. Не забывайте про мой инстаграм. Пока.